Модное ателье На манекене укороченные варианты этой модели в комбинации с брюками получится модный ансамбль, способный украсить любую женщину. Замечательно. Я хочу еще добавить, что эту модель желательно шить из ткани, которые хорошо держат форму. В данном случае это могут быть фасонные ткани или жаккардовая ткань с особым переплетением нитей, которые образуют вот такой вот рельефный рисунок. В нашем случае он напоминает снежинки и это создает романтичное зимнее настроение. Но вот я хочу, чтобы все заметили, все-таки в руках у меня ткань, стретч, это важно или нет? Сейчас во многие ткани добавляют эластановые нити для того, чтобы они придали тканям комфорт. И такие модели носить более комфортно. С чего мы начнем сегодняшнее ателье? Мы заранее пересняли на кальку основные детали этой модели. Нам это деталь спинки, это деталь переда с выточкой и деталь рукава. Замечательно, да, с околышком. Но у этой модели есть одна хитрость. Поскольку эта модель с рисунком, очень важно совместить, подогнать этот рисунок. Поэтому мы советуем выкраивать перед и спинку целиком, без среднего шва, для того, чтобы не совмещать потом рисунок. Я понимаю. То есть вы советуете выкройку спинки, сразу зеркально отразить на ткани, взять цельнокроенную спинку, без срединного шва и вот этой цельнокроенной спинкой. Давайте повернем манекен и покажем, в чем тут, собственно, секрет. Вот здесь у нас есть такая, видите, цельнокроенная спинка, без всякого разреза. Но так как эта спинка несколько трапециевидная, она чуть-чуть расклешена, здесь мы видим вот такой объем. Этот объем нам необходим для бедер, естественно. Он будет всегда хорошо сидеть на спине. Что за застежка хитрая здесь? Оригами, кажется, это. Дело в том, что вся красота этой туники, она как раз у нас в верхней части представлена. Верхняя часть переда выполнен разрез и украшен планками, вот такими декоративными планками. Ну, эти декоративные планки здесь еще украшены японской техникой оригами. Здесь сложенная ткань, интересным таким конвертском, если хотите. Ну, сейчас, если можно, мы... Это выглядит очень эффектно. Мы сейчас как раз об этом расскажем более подробно. Давайте, давайте. Это будет очень интересно всем. Дело в том, что из той же ткани мы выкраиваем детали, которые по контуру повторяют вырез переда или спинки. И эти детали мы еще укрепляем с обратной стороны, с изнаночной стороны флизелином. Вот здесь, да, клеящейся тканью. Вот видите, этот флизелин делает нам изнанку более плотной и однотонной. Она у нас здесь такого молочного цвета, вы сами понимаете. И далее это делается для того, чтобы верхняя часть вместе вот с этими декоративными планками лежала ровно, не топорщилась, не морщилась. А дальше мы приступаем к самому интересному. Ну, конечно, все в детстве любили складывать из бумаги какие-то фигурки, оригами, как вы сказали. Но это то же самое можно делать из ткани. Конечно. Мы взяли полоску прямоугольную этой же ткани. Здесь вот уже есть разметка. И разбили ее немножко на пять частей, я понимаю. Это я показываю, как делать одну часть, да? Вот есть разметка. И по этой разметке, выделенной вот сейчас красным карандашом, нужно сделать шов. Дальше вот у нас этот шов уже сделан. Что получается? Дальше мы расправляем. Я понимаю, получается некий такой напуск. Напуск, который мы расправляем. То, что называется кулиска. То есть это какая-то объемная кулиска. Правильно, да? Тоже учился кройки шить. Помню, что так правильно. Помню, что так. И эту кулиску мы расправляем. Мы расправляем. Дальше боковые части мы соединяем вместе. И делаем здесь вот несколько прямо закрепляющихся стежков. То есть это вообще-то очень типичный для техники 18 века. Вот многие платья в истории моды в 18 веке, в эпоху рукоко, по краю распашной французской юбки отделывались вот такими складками. А я сейчас вас еще немножко удивлю. Удивите меня. Вы рассказали про Францию, а я расскажу про Германию. Дело в том, что такими складками украшены национальные баварские платья. И в немецкой моде, да, в исторической, такие складки назывались лягушачьи ротики. Они действительно чем-то напоминают. Лягушачьи ротики немцы очень хитрый народец. И далее эти планки мы нашиваем вручную по краям разреза. У этой модели есть еще один секрет. Вы о нем, конечно, наверняка скажете. Это выточка. Конечно. Без выточки все-таки женская грудь не будет смотреться так же аппетитно. И вот эта выточка здесь дает очень хороший объем для животика и для всех тех, кто хочет немножко скрыть объем под грудью. У этой туники прямой покрой, который, кстати, подчеркивает красоту этой ткани. Но для того, чтобы эта свободная модель все-таки хорошо сидела, для этого как раз и предусмотрены выточки. Она выглядит очень эффектно. Вот особенно в профиль, я сейчас вот стою в профиль к ней, я думаю, что наш оператор вам покажет. Действительно, эта линия очень эффектна. Здесь начинается просто из-за выточки такой подкрой сразу от груди. Эта трапеция многих украсит, дорогие телезрительницы. Худейте, либо носите эти модели. Два варианта. Ну что ж, мне будет очень интересно увидеть эту тунику на нашей героине, когда она примерит ее в одном из выходов от стилистов. Напомню, что сегодня в гостях у нас была Марианна Макарова, главный редактор легендарного журнала о моде и шитье. Как шить модную и стильную тунику, а также бесплатные выкройки от легендарного журнала, ищите на нашем сайте модный.тв.